Добро пожаловать в Казахстан! Приветствую вас! Приветствую вас! На встрече по поводу оценки для развития коммуникации и выбора настройки ААЦ для людей с глубокой и многократной неправильной справедливостью. Наша встреча посвящена оценке развития коммуникации и выбора средств для интернативной и дополнительной коммуникации. Меня зовут Мачий Бараневич. Приехал из Кракова. Меня зовут Мачий Бараневич. Приехал из Кракова. Я вижу здесь знакомые лица. Я надеюсь, что мы творчески интенсивно проведем эти полтора часа, которые в нашем направлении. Чтобы говорить о коммуникации, первое нужно сказать, о ком мы будем говорить. Кто участвует в этой коммуникации? Кто это человек с глубокой и многократной неправильной справедливостью? Кто это за человек с глубокой умственной неправильностью, с глубокими нарушениями интеллекта? Это важно. Это важно, потому что это зависит от ограничений в коммуникации. И у вас на слайде на слайде такие два деминанты того, кем это человек с глубокой и многократной неправильностью. На слайде написано, какие ограничения есть у лица с глубокой умственной неправильностью. То есть человек с глубокой умственной неправильностью и многократной неправильностью находится на уровне развития не высшего интеллекта. То есть коммуникация с таким человеком происходит на досимволическом уровне. И единственное вопрос, но очень трудное, то есть она на уровне интенсиональном или неинтенсиональном? Единственный вопрос, это очень важный вопрос, на каком уровне она находится? На осознанном или неосознанном уровне? Намеренная или ненамеренная? Какая цель этой оценки? Цель этой оценки? Цель этой оценки, во-первых, нужно установить контакт, отношения с человеком. А как эффект этой позитивной реакцией? Збудование системы коммуникации? В результате этих налаженных отношений можно построить систему коммуникации. Это ключевые диагностические элементы. Ключевым элементом является именно налаженные и положительные отношения с человеком. Если у нас нет основы, которые являются положительные отношения, то мы не сможем вводить какие-либо инструменты вспомогательные для общения с этим человеком. Если у нас нет положительных отношений с человеком, то он не будет с нами разговаривать. Сейчас трудное вопрос. Сложный вопрос. Вы меня любите? Как вы ко мне относитесь? Очень хорошо. Даже если вы меня не любили, то, возможно, хотел бы меня послушать. Возможно, вы хотели бы меня послушать. Так? Да? А если ваш ученик вас не любит, то будет вас слушать? А если ваш ученик вас не любит, будет ли он вас слушать? Будет ли вы слушать? Будет ли вы слушать. А ведь позитивная релация тут не притумевная? Поэтому положительное отношение с учеником ... ... ... ... Это основа для развития коммуникации с учеником с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Целая релация ... ... ... ... ... И мы должны обратить внимание на то, что ученик делает, что вызвала его активность, и в рамках этого, какой его смысл dominующий. Это очень важно, потому что, как вы знаете, что очень часто смысл у людей с несправедливающим не функционируют праведливо. Это очень важно, потому что, как вы понимаете, у людей с тяжелыми, не множественными нарушениями развития не все каналы восприятия работают. Поэтому для коммуникации с учеником мы должны использовать те каналы, чтобы получить информацию, которые у него работают, которые у него активны. Это позволяет нам сделать оценку его познавательных способностей. По стороне ученика элементы, которые очень сильно влияют на создание отношений, то дистанция, то есть расстояние, на котором он работает с учеником. Темпо, то есть интенсивность занятий, то есть интенсивность занятий, то есть момент в течение дня, то есть время, когда происходят эти занятия в течение дня, и недыректиwnoсть, то есть форма подержания за активностью ученика. Это значит, что мы следуем за учеником, а не пытаемся ему что-то навязать. Продолжение следует... Продолжение следует... Вы имеете ввиду два модели коммуникации. Продолжение следует... Все из них отдельно есть нескут INTMen Mes к ученикам, если это попадает в работе с многими особами с правой непоб afлаг. Каждый из этих моделей не является эффективным, если мы говорим об общении с людьми, с тяжелыми, множественными нарушениями развития. Только контекст и контакт приводит к тому, что появляется адресант и адресат. Без этого контекста и без этого контакта коммуникация с человеком с тяжелыми, множественными нарушениями. Какое поведение, какие действия у ученика с тяжелыми множествами развития можно наблюдать на ненамеренном поведении? Ненамеренном поведении. То, что очень характеристичное, то факт, что он может проявлять действия направлены на собственное тело. То есть это действие направленное на собственное тело. То есть он себя ударяет, похлопывает по телу. Турлание. Переворачивайся. Вкладывайся. Вкладывайся в руки. Вкладывайся в руки. Вкладывайся в волосы. Вклюшит голову. На этом уровне может быть ненамеренном поведении, но не направленный на взрослого человека. Это связано с тем, что еще не построены отношения с учеником. Поэтому очень важно на этом уровне не использовать средства на высоком уровне. Например, электронные средства типа степ-бай-степ. На этом уровне ученик не будет включать в свои устройства, чтобы поговорить с учеником. Он будет говорить с помощью стокера. На этом уровне ученик будет проявлять два главных значения человека. На этом уровне ученика два основных действия. Он очень сильно что-то хочет или чего-то сильно избегает. И совершенно отсутствует проявление понимания речи. Я бы хотел раздать вам карту и карточку, чтобы вы отслежили то, о чем мы будем говорить. Возможно, вы будете во время моей презентации диагностировать своего ученика. Или попробуйте диагностировать своего ученика, который мы увидим на видео. Что на этом уровне доступно ученику? Прежде всего реакции физиологические реакции. Эти реакции автоматизированы и доступны каждому из нас. Докторую. Можно еще раз? Пожалуйста. Отдых, покенение, ритм сердца, зернице и забарвение. Докторую. Ритм сердца, ширина зрачка, по краску можно по крови. На эти элементы нужно обратить внимание при общении с нашим учеником. Резитация потом будет выложена на сайте, поэтому если кто-то хочет, то можно будет сделать порт. Продолжение следует... В случае физиологических реакций очень важно, отличает ли ученик эти действия. Продолжение следует... В зависимости от человека, от расстояния, от дистанции. В зависимости от темпа и интенсивности занятий. Также от темпа и интенсивности занятий. На уровне коммуникации есть для нас информация, на уровне коммуникации можно понять, хочет он это или не хочет, нравится ему или не нравится, любит он это или не любит. Хочет или не хочет. По сторонам ученика важен только способность получать раздражителей, ощущать раздражителей из вне. Ученик должен только воспринимать раздражителей. Ученик должен понимать комфорт на ученику или нет. Не только понимать, но и реагировать на них. Если комфорт отсутствует, нужно отреагировать и сделать так, чтобы ученику было комфортно. Таким образом мы строим отношения с учеником. Экспрессия невербальная. Невербальная экспрессия. Тут уже можно немного выразить, только то, что я любит или не любит, но есть широкая гама эмоций, которая этому привлекает. Есть еще более широкая гама эмоций. Не только люблю, не люблю, но еще больше. И первая из них это мимика твари. Первая это мимика. Потому что эмоции наиболее видны на твари. Эмоции лучше всего появляются на лице, более заметны. А то, что наиболее выразивное в твари, то наши... А что самое заметное у нас на лице? У нас? О, очи. О, очи, очи. Глаза. Так, да, понимаете, глаза. Один мальчик, а сколько разных проявлений мимики. Эмоций. Еще один вид невербальной экспрессии – это кинестетика. Он занимается постами, действиями, 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 действиями. То есть положение тела, жесты, которые человек делает, движения. На них мы тоже должны обращать внимание, особенно если речь идет о нетипичном поведении. Потому что они несут с собой много информации коммуникационного характера. Потому что это несет с собой много информации коммуникационного характера. Однако на этом уровне присыланы в способ неинтенкциональный, через это состояние. На этом уровне они передаются не размысленно в виде поведения. на это ответ. Проксеника занимается средней олегностью между людьми. Проксеника – это прозраственная условия, а псиняя. которые входят в взаимные интеракции. Речь идет о людях, которые взаимодействуют между собой. Есть информация теоретическая на этот вопрос. Скажите, в какой зоне вы работаете с учеником? Какой? Особистой. Личной, да? Только? Только личной? Интимной. Нужно обратить внимание на стремную, если в нее входим. Можно обратить внимание на интимную зону. Нужно задать вопрос, есть ли ученик согласен на такие близкие отношения? Многие терапевтические методы основаны как раз на входе в интимную зону человека. Закладая, что она поправит контакт. Это предусматривает, что эти методики улучшат контакт с учеником. Если не имеем згоды на веще в стремлю интимную, то она может его погрешить, а не полепшить. Но если нет согласия на в каждом интимную зону, то он только может ухудшить отношения с учеником. Парай язык. Парай язык. Еще одно исправление невербальной экспрессии. Гуссверки, невербальные виды подходящие Ey банка Излевение. Парай голосовые небольшиеansеры Каждый небольшой ролик навязывающийся к этой теме. Код аппарacyjный, czyli внешний вид Выгляд, способ убирания się, учесания. Внешний вид – это стиль в одежде, прическа и так далее. Внешний вид – это элемент экспрессии невербальной, но я думаю, что здесь больше идет о информации до ученика, чем от ученика. Это скорее информация, которая адресована ученику, а не от ученика. То мы, через соответствующий струй, выгляд, перфумы, которые используем, можем значить свою obecность. Это мы соответствующим образом надеваем, используем ее как быхи, можем воздействовать на ученика. Можем быть более познакомленными. Ему будет легче нас узнавать. Какие действия, проявление поведения можно наблюдать в этой сфере? То, что на певно для нас важно, то, что выказывает разнообразование реакции наших учеников. Для нас важно, различают ли реакции ученика. То есть, как в случае физиологической. То есть, примерно как в случае физиологической реакции. Условием проявления является возможности. Но также позитивная связь и связь с человеком. Условием проявления этих действий должны быть положительные отношения с учеником. Я буду это повторять как мантры в кое. Я буду это повторять как заклинание, постоянное. И если этого не будет, то даже ученик экспрессии невербальной не будет проявлял. Если отношений не будет, то ученик не будет даже проявлять невербальной экспрессии. Он может проявлять только одну физиологическую реакцию. Условием. 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 Следующий элемент komunikacyjный, очень важный в развитии коммуникации и оценки. Это реакция на элементы структуры, в том числе с сигналами раздражителями. Ученик реагирует на используемые элементы структуры и задания. Он реагирует. А если он не реагирует, то что происходит? Что происходит, как вы думаете? Вы знали еще одно количество. Нужно ответить на вопрос, почему он не реагирует? Не интересует. Не интересует. Или нам не интересует. Он интересует тем, что мы предлагаем или вообще нашей человеку не интересует? Постепенность. Может быть, может… Возможно… Может быть, может… Может быть… Ну, но через год. В течение года? В течение года? В карине? Положительное отношение Постоянность и повторенность раздражителей и ситуаций Нужно учитывать, какой канал восприятия информации ученика преобладает Поэтому в начале говорил, что нужно узнать, какой канал восприятия информации у ученика преобладает Чтобы это использовать, когда мы будем планировать структурызацию Важно, чтобы была неизбежность и немедленный характер Потому что на этом уровне нет понимания Есть только реакция, реагирование Бодзец, реакция Это компетенции ученика Это навык его компетенции ученика То он должен создать среду, которая будет для ученика безопасной и непонятной На этом уровне он использует конкретные предметы На этом уровне он использует конкретные предметы, чтобы преобладать ситуацию в ученике, что будет дальше Ученик замечает ситуацию выбора Что это означает? Он смотрит на объекты и переводит взгляд на объекты. Реагирует соответствующим образом на ситуацию выбора. На этом уровне он делает выбор на основе сенсорных качеств предмета. То есть он не знает последствий своего выбора. Он их просто не помнит. Поэтому это еще не осознанный выбор. Мы обязаны создавать ситуацию выбора для ребенка. Во-первых, это человек. Во-вторых, возможно, нам удастся научить его осознанному выбору. Очень важна в ситуации выбора соответствующая положение тела ученика. И материал, который увзглядит интересы ученика и его смысл dominующий. То есть нужно учитывать интересы ученика и его преобладающий канал получения информации. В этой ситуации учитель делает так, что у ученика нет негативных последствий выбора, неправильного выбора. То есть все равно, что выберет будет хорошо. То есть как с ребенком, который не хочет выходить на подвёрку в шапке. Это как с ребенком, который не хочет идти на улицу в шапке. То ставим его в выбор, что та шапка или та шапка. Мы говорим, что это такая шапка или другая. То, о чем мы говорили, это основа для коммуникативных навыков. Она доступна нам всем. Она доступна нам всем. Но она доступна для наших учеников. Для наших учеников это единственная возможность. Тех, которые находятся между первым и третьим стадиом пиаретовским. Это первая, третья стадия по развитию пиаретов. Коммуникация интенсиональная, но предсимволическая. Какие характеристики ученика на этом уровне развития? Действует осмысленно, специфическим образом на предмете. А ведь в бэмбэн в бэмбэн, гитара потрука się струны гитары, лыжка вкладка в бузи. Если штукой парабан можно бить, если гитара, то нужно дергать за струны. Он обратится с интенсацией к человеку. Хочет что-то удержать. Он обращается с каким-то желанием, намерением к человеку. Какое-то хочется учить. Открывает значение своих вокализаций и жестов. Открывает значение своих вокализаций и жестов. Это открытие не происходит само по себе. То этому открыванию musi учить компетентный научитель. Такое открытие должен сопутствовать компетентный учитель. Если он не будет укреплять то, что есть у ученика. То эти действия будут только саморегуляцией. То эти действия будут только саморегуляцией. А они не будут иметь коммуникативного значения. Они не будут иметь коммуникативного значения. На этом этапе, на этом уровне развития ученик может поддерживать, вести диалог. Может быть, это диалог руховой. Может быть диалог с помощью движения. Может быть диалог музычный. Музыкальный диалог. Как на этом слайде. Может быть диалог вокальный. Это может быть вокальный диалог. Вокальный, который проводит такой диалог с Маугасией. Здесь мы видим Кубу, который проводит диалог с Маугасией. И Куба уже на таком этапе развития, что он вызывает диалог. Он является инициатром диалога. И изменения в рамках его структуры. Не может менять его структуру. Это Паулина. Она очень любит музыку и поддерживает диалог только с помощью музыки. Она не признает других форм диалога. Это Юля. Она уже научилась поддерживать диалог с папой. За помощью коммуникатора. За помощью коммуникатора. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Вы можете подражать моим движениям жестом. Это диалог с пятнадцатым. Это диалог со вторника. Который проводил со своей ученицей. Это диалог я в школе во вторник со своей ученицей. Продолжение следует. Спасибо. Не буду вас больше научить. Для этого диалога нужно было быть очень внимательным. В случае этой девочки потребовали на это год. Нам понадобится год. Чтобы можно было сделать диалог в такой форме. Чтобы можно было сделать диалог в такой форме. Нужно вопрос. Есть движения. Где же девочки так спустят? Где же свои проблемы? Очень хороший вопрос. Это один из условий. Это один из условий. Как вывозить себя из модальности доступных ученицам. Насходим из способностей и возможностей ученика при попытке установить диалог. И эти движения были видны раньше. Ранее я видел эти действия у нее. Но они никогда не были получены в отношениях. Но этих движений не было в отношениях между нами. Это было как автостимуляцией. Это было как автостимуляцией. Без obecности партнера интеракции. То есть без присутствия, без взаимодействия с партнером. Сейчас случится так, что сядем, начнем занятия и... А теперь мы садимся и начинаем вместе диалог. Не помню, как ее зовут. Она начинает именно от смокания. Она начинает с прицмокивания. И это было как раз в этом месяце. Это проявление поведения. Это проявление поведения. Это проявление поведения. Провокирует диалог. Провокирует диалог. Угу, очень важно on собственные условия, когда появляются действия и наши навыки. То сделать так, что мы � teorобы об этом привлекли. У нас есть общий поле внимания. можно бы сказать, что бизнес-то есть общий интерес. То есть если говорите закон бизнес, то у нас общий интерес. И тут есть то, о чем пани говорила. Это то, о чем вы говорили? Захование с репертуаром учения. Действие, которое доступно ребенку из его репертуара. То есть вы год, он... През целый год? През целый год? През целый год он смахал. Как долго это было? Это индивидуально. Будем ли мы смахать целый год? Это индивидуально. Будем ли мы смахать целый год? Но в ее случае это было строение отношений. В ее случае это было построение отношений. Которое началось от того, что запропонировали структуру, что я предложил структуру занятий. И показать, что можем, а чего не можем. И нужно было показать, что возможно, а что не возможно. Конфликты продолжались около 10 месяцев. Конфликты продолжались около 10 месяцев. В конце прошлого года мы начали сотрудничать. И учебные действия, которые показывают, что есть взаимодействие, они появились в этом году. И поступки, которые показывают, что есть взаимодействие, они появились в этом году. Первый из них, то был такой, что девушка не протестует, если мы вводим что-то новое. Раньше она это утверждала. Другой элемент, что она активно начинает взаимодействовать. А раньше этого вообще не было. И третий элемент, который появился, то был этот диалог. Третий элемент, который появился, это вот этот диалог. Третий элемент, который生活 учител dreaminen в начальстве, очень часто в случае наших детей есть значимые лица. В самом низу вашего листочка в конце есть указание значимых человек в коммуникации. Очень часто среди коллективов педагогов, которые работают с учеником, а у некоторых нет. Я вспомнил девочку за раз, да? Понимает собственные действия как сообщения. Может быть, моторные реакции или вокализации. Он понимает, что есть физические последствия. Он может воздействовать на окружающую среду. И он реагирует на такую заистнилую ситуацию через увеличение активности руховой, вокализе. Реагирует на ситуацию, увеличивает двигательную активность, смотрит в определенном направлении, или на проведение физическое. Ученик может войти в игру переменной. И в результате повторяется действия, которые являются эффективными. Они являются эффективными, потому что подкрепились. Они являются эффективными, потому что подкрепились. Ученик должен им перспективить документы. Ученик должен иметь возможность. Ученик должен иметь выголетевные возможности, и в результате здесь, сенсором нормальный возможности. Ученик поставил ученик в заданиях типа • «Прицына», «Скуток». Ученица создает для учительства, ученика ситуации типа причина, последствия. Креует ситуации, которые провокируют упоминание и высылание сигналов. Создает ситуацию, которую провокирует, что требует и подает сигналы. И очень важно, что учитель прерыва часто действия. И очень важно, что учитель иногда прерывает действия. И возновляет ее после реакции ученика. Здесь тоже важно адаптировать темп и интенсивность в зависимости от возможности ученика. Нужно это учитывать и подбирать количество этих элементов в зависимости от возможности ученика. Доконирование выбора. Выбор ученика. Доконирование выбора. Доконирование выбора через оживление, побудение руховое, всказание взроки. Делать выбор, оживляясь, повышать активность, указывая взглядом. Доконирование выбора. Доконирование выбора. Доконирование выбора. Доконирование выбора. Доконирование выбора. Здесь выбор уже осознан и есть возможность совершить ошибку. Потому что он может корректировать неправильный выбор, он может сказать своим поведением, что я имел в виду другое, и может выбрать еще раз. Инструменты и средства, которые мы используем. Задача учителя однозначно интерпретирует все, что ученик делает. И konseквентное досточание предметов выбора. Не нужно посыпать, а дать ученику предмет выбора. Очень часто бывает, что ученик выбирает, что ученик выбирает. Но выбирает не то, что хочет ученик. Здаровано? Потому что мы хотели сегодня играть с очками. Если вы хотите играть с очками, то не выбирайте. Если вы хотите играть с очками, то не выбирайте. А если мы предполагаем, что можно играть с очками или футлером? То можно выбирать. Можно выбирать. Не может быть до ситуации, в которой ученик выбрал очки. Нельзя делать так, если ученик выбрал очки. Он говорит, нет, нет, я еще раз проверю. Мамы другую часть пирамиды. У нас уже вторая часть пирамиды. Не обязательно фотографировать, потому что презентация будет потом в хорошем качестве на сайте. Ученики, которые находятся на этом уровне. Они уже могут больше сказать. У них уже два уровня, которые находятся на этом уровне. Гесты. Гест. Гест. Потому что он реагирует на гесты, но может сам их выполнять. Ученик не только реагирует на жесты, но может сам показать жесты. Он смотрит на жесты и адекватно на него реагирует. Адекватно это в кавычках. Гест. Адекватно это в кавычках. Гест. Адекватно это в кавычках. Гест. Гест. Очень часто бывает так, что ученик знает жест, он ему знаком. Как д Road. Ну реагирует на него как на дав给ец сигна overthrow. Гест. 갖上... Как на сигналный враг. И они часто резákono трассы. И он видит что-то должен работать. Он знает что должно сделать. Но не знает чтоョти. Он не знает что. Но нет еще что. етей выражает непокой м 접 Ung Help в уникoncé. Он проявляется такая двигательная активност parking. У нас мало времени, чтобы это показать, наверное, на видео. Задача учителя – обращаться к ученику со словесными сообщениями и подкреплять их жесты. Словный, потому что можно будет устранять жесты и оставить само слово. Словесный, потому что через какое-то время можно отказаться от жестов и оставить только слово. Или в зависимости от ситуации. Ученик реагирует на слово, понимает ее. Выповидая слабы, упоминающаясь о конкретной ситуации. Словы, чтобы попросить на конкретный предмет или совершить какое-то действие. Очень важно понимать, что есть различия понимания речи и реагирования на речи. Реагирование на мовы, то есть реагирование на полеценя – кроткие, звязные. Реагирование на речи – это реакция на команды, короткие команды. И часто в определенной структуре задания. И часто в определенной структуре задания. Если мы выходим из структуры, то ученик перестает понимать эту речь. Здесь, по-за понимания речи и реагирования на речь, выповидаем слаб, произношением слабов, есть умение упоминания себя о вещах при использовании токера, где есть награние слово. Есть навык попросить предмет с помощью специального устройства, на котором записано эту просьбу. И покажем Ханку. Сейчас покажу девушку Ханку. Встажво изучаем ч capaz� ofga провозил основные церкви, но не уверен, Мы любимاؤсвую работу, а теперь то. Сначала, один минут и потом следующий от учение. Хорошо, теперь мы будем говорить в символическом этапе? Прат sickel, до заключения? Или же мы на символичном этапе. Мы уже приходим на символичном этапе? Не, мы не будем на символичном. Нет, на символическом не будем. Вогуле. Вообще не будем разматывать. Мы будем, мы będziemy на, вknaв ситуации, где будут элементы функции символичной, но те люди не имеют функции символичной как такой. Некоторые ученики используют zdjęти и гесты, но не имеют функции символичной как целости. Функция символичная это 6 разных действий. М.е. нащадовничество, м.е. очень трудные и неосервованные у людей с глубокой, велоракой несправностью, забава символична. Но не могу о том говорить. Фото как сообщение. Розпознает на zdjęча особи, предмиоты. Всказуе, приноси предмет, которого zdjęче отримал. Выконуее чинности связаны зе здејнчем, которое отримал. Вскази, которые представлены фотографии, которые получил. Тутае видите пањство, что са елементе уже коммуникации пэксовей. Видите, что здесь елементе коммуникации с помощью пэксов. Важно, чтобы особа была зайнтересована с дјјциами. Важно, чтобы чинник был заинтересован фотографиями. А, то есть ответные можливости перцепцијне. То есть были соответствующие одновременности успејти. Дјјциам мусцам мунець успејти. Пањство можно быть определенн пањство. И маме пирамиде. То есть пирамиде, кторой конструкция для каждого Важно, что из наших учеников есть индивидуальна. Конструкция этой пирамиды для каждого из наших учеников индивидуальна. Но нельзя переставлять ее элементы. Завсё основа есть то, что червое. Всегда основа является то, что в красном цвете. Вовсё можно узнать то, что есть на высших петрах этой пирамиды. Если основа есть, можно переходить к следующему уровню пирамиды. Что вы желаете? Я желаю вам, чтобы у вас получилось. Ученики, которые выходят за рамки этой сферы, которую мы здесь обрисовали. Потому что они функционируют как люди с глубоким упоследованием умысловым. Они функционируют как лица с глубоким упоследованием интеллекта. Но если мы будем иметь хорошие отношения и будем проводить их системы коммуникации. Если у нас будет хорошие отношения, мы будем эффективно выстроить систему коммуникации. То есть мы сможем дойти до этапа, в котором коммуникация будет многомодальная. Можно подойти до модельной коммуникации. А ведь учителя будет реагировать на различные коммуникации. Можно будет реагировать на разные модели. Сложнее. разной модельности. На основе забранных информаций о учене, о его возможностях, компетенциях коммуникаций, нужно выбрать основной способ передачи информации. Какой из них является основной? Может быть несколько. На основе забранных информации устал компетенции коммуникаций своего учене. Можно определить, какими навыками коммуникаций обладает ученик. На основе забранных информации устал на основе забранных информации можно установить на основе забранных информации установить какое положение соответствует критерия на основе забранных информации нужно определить, какое положение соответствует критериям. Безпечная, правильная и активная. Положение тела должно быть безопасным, правильным, активным. Если положение тела будет безопасным, но неактивным, то не wykorzystать в pełне возможности коммуникационных своего ученика. Не сможем полностью использовать коммуникационный навык ученика. Если будет слишком выгодно, на положение тела будет слишком удобным, то ученик просто заснёт. Ученик просто заснёт. Есть пример случайный на данном тему. Ученик приехал в клас в таком состоянии. Не знаю, сижу или лежит. Не понятно, лежит он или сидит. Хорошо ли он себя чувствует Недоброе, нужно что-то поменять. У нас нет другого кресла. У нас есть другая идея. Такой клин специальный. Если поставить колесо клин и сделать так, чтобы он принял растительное положение, в результате изменилось не только настроение ученика, но и движение рук. Руки для него это ключевой фактор для действий. Смотрите, как руки здесь выглядят. А как здесь? И, благодаря этому я могу работать. Могу учить. Могу его учить. Могу выбирать. Он может выбирать. Могу делать. Он может действовать. Могу сделать хлеб. Могу сделать чай. Могу в траву. Знаете, как он делает? Готовый чай. Не, мне помогу. Могу сделать. тут есть шнурок премешеный через подношник и кулечко на палец если подносит руку, то хребата впадает до шклаки если опускает руку, то хребата впадает до головы если опускает руку, то пакетик с чаем поднимается вверх у него такая игра на основе забранных информации устал способ корзстания с этого нарцедия paramетры знаку, если таки будет если они появятся большое спасибо 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 спасибо